Компания Lenovo, известная прежде всего как производитель ноутбуков, взялась за популярный сегодня сегмент Android-планшетов. И главная задача, которая стояла перед разработчиками – выпустить планшетный компьютер, сочетающий высокие технические возможности с доступной ценой. Посмотрим, как это им удалось на примере Lenovo IdeaTab A2109. Вместе с планшетом в комплект поставки входят руководство, зарядное устройство и USB-кабель. Габариты устройства 237 на 164 на 11,6 мм, а вес 570 граммов. Классический дизайн, стильный и современный. 9-дюймовый дисплей покрыт защитным стеклом. На нем легко остаются отпечатки пальцев, поэтому, чтобы сохранить чистый и сияющий вид экрана, за ним нужен уход. Над экраном расположена фронтальная веб-камера для удобного общения по скайпу. Тыльная часть планшета серого цвета выполнена из алюминия. На ней – основная 3-мегапиксельная камера, а по сторонам – прорези с динамиками. Боковые части – пластиковые. На верхней грани находится кнопка питания. Справа – microUSB, microHDMI и микрофон. Слева – регулировка громкости, 3,5-мм аудиоразъем и кнопка, блокирующая автоматическое переключение ориентации экрана. Планшет изготовлен из качественных материалов и отлично собран. Дисплей с диагональю 9 дюймов обладает разрешением 1280 на 800 пикселей. Этого достаточно для получения четкого изображения, а хорошая цветопередача дополняет приятное впечатление. Экран, выполнен на основе TN-матрицы, быстро срабатывает и потребляет минимум энергии. Динамики с технологией SRS Surround Stereo создают объемный и вполне качественный, как для такого малогабаритного устройства, звук. Lenovo IdeaTab A2109 использует новейший четырехъядерный процессор NVIDIA Tegra 3 с частотой 1,2 ГГц. Оперативной памяти здесь 1 ГБ. Производительность – это главное преимущество нового планшетного компьютера. Он может похвастать высокой скоростью работы не только интернет-приложений, но и игр с трехмерной графикой. Для подобных устройств сегодня предлагаются версии легендарных игр, таких как Grand Theft Auto Vice City, Mass Effect и многие другие. Порадовали ресурсы памяти. 8 ГБ накопителя – это приличный объем, если учесть, что вы всегда можете расширить его за счет карты microSD или microSDHC. Разъем для нее спрятан под задней панелью устройства. Дополнительно планшет предлагает хранить до 5 ГБ информации при помощи онлайн-сервиса SugarSync. Еще одна приятная черта нового планшета – это его энергоресурс. С полной яркостью дисплея при работе требовательных приложений, включенном Wi-Fi, планшет проработает более 4 часов. При более экономном использовании ресурсов до 10 часов с Wi-Fi. Планшет также оснащен адаптером Bluetooth. На IdeaTab A2109 установлена операционная система Android 404 ICS. Она позволяет установить на 5 рабочих столах необходимые виджеты и ярлыки. Нижнюю часть экрана занимают клавиши возврата и переключения между меню. Справа на дисплее находится строка состояния с подключениями, сообщениями и звонками. При покупке пользователь получает стандартный набор программ от Google, включая карты, почтовый ящик, браузер Google Chrome и многое другое. Планшет оборудован двумя камерами. 1,3-мегапиксельная камера на лицевой стороне служит для видеосвязи, а 3-мегапиксельная основная камера на тыльной части девайса рассчитана на съемку в высоком качестве. Она способна снимать фотографии и видео с качеством Full HD 1080p, оснащена автофокусом. В настройках можно выбрать режим съемки, размер фото, включить геометки и распознавание, изменить экспозицию и баланс белого. Качество съемки на достойном уровне. В целом, Lenovo IdeaTab A2109 получился весьма удачным для бюджетного варианта. Его основные преимущества – хорошая сборка, мощный процессор и достаточный объем оперативной памяти, что позволяет без проблем справляться с любыми задачами. И это все за вполне доступную цену. Субтитры создавал DimaTorzok